Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов заявил, что версия Вашингтона о сбросе с самолета ВВС Сирии авиабомбы с Зарином под Хан Шейхуном вызывает серьёзные сомнения. На многочисленных фотографиях и видео с места происшествия никаких фрагментов авиабомбы рассмотреть нельзя. Зато воронке от взрыва очутливо видна какая-то металлическая труба, которая наводит на мысль о том, что начинённый Зарином боеприпас был взорван на земле теми группировками боевиков, которые контролируют район Хан Шейхуна. Кроме того, Михаил Ульянов отметил, что некоторые снятые оппозиции видеоматериалы свидетельствуют в пользу постановочного характера инцидента в Хан Шейхуне. На видео запечатлены люди в суперсовременных защитных комбинезонах и машинах скорой помощи, прибывшая, судя по всему, из одного из соседних государств. Видеозапись сообщает, что они прибыли на место происшествия сразу же после взрыва. Такая высокая степень готовности к реагированию, причём не в мегаполисе, а в маленьком провинциальном городке с 40-тысячным населением, наводит на мысль, что спасатели оказались на месте происшествия ещё до того, как оно произошло. Эту теорию подтверждает и тот факт, что США отчаянно препятствуют посещению сирийской авиабазы Шайрат международными экспертами, несмотря на приглашения со стороны правительства Сирии. Казалось бы, элементарная логика подсказывает, что в этой ситуации Вашингтон должен был бы настаивать на срочном посещении Шайрата специалистами ООН и ОЗХО, дабы на международном уровне уличить Дамаск в нарушении конвенции о запрещении химоружия и предотвратить очередное использование режимом Ассада химического оружия против собственного населения. Но нет. Соединённые Штаты отчаянно препятствуют посещению авиабазы международным персоналом, несмотря на приглашение со стороны правительства Сирии и его готовность гарантировать безопасность поездки. Напоминаем, что в среду директор ЦРУ Марк Помпео заявил о наличии неких весомых доказательств применения Дамаском химоружия 4 апреля в Ханшейхуне. Однако обнародовать эти улики Помпео по обыкновению отказался. Субтитры создавал DimaTorzok